Приветствую! Сегодня мы с вами рассмотрим интереснейшее, показательное дело. В этом деле система в виде ТЦК, ИСП, полиции и прокуратуры, обвиняя человека в том, что он уклоняется от призыва на воинскую службу во время мобилизации, обвинение было по статье 336 Уголовного кодекса Украины, столкнулась с судьей, с судьей, который не просто формально подошел к делу и решил, что раз есть обвинительное заключение, значит человек виновен. Система столкнулась с судьей, который решил пристально изучить материалы уголовного дела и в результате оказалось, что человек невиновен в обвиняемом его преступлении. И вот сейчас мы с вами рассмотрим это дело и посмотрим, как же так можно уклоняться от воинской службы, чтобы потом тебя в суде признали невиновным в этом. Вот этот приговор, датирован он 22 февраля 2024 года, ссылочка на него будет в описании к видео, чтобы вы подробнее могли ознакомиться. В чем здесь суть? Органами досудового расследования особа обвинувачиваются в том, что перебывающий на облику в ТЦК и СП, как військовозобовязанный, визнанный 21.10.2022 року Військово-лікарской комиссией, придатным до проходжения військовой службы, не маючи права на облику, без поважных на те причин, в период часу з 24 по 12.12.2022 року ухилявся від призову на військовую службу під час мобілізації на особливий период. То есть человек пройшел ВЛК, признан пригодным и уклонялся. И вот здесь они расписывают, как же он уклонялся. И что здесь написано? Что он получил повестку, был отправлен в воинскую часть и, прибыв в воинскую часть, он пожаловался на плохое состояние здоровья. Забегая вперед, скажу, он пожаловался на боли в спине. И, к слову, диагноз его был подтвержден врачами. То есть там у него диагноз люмбалгия, и он вызывает периодические боли в спине, но с таким диагнозом человек может быть признан пригодным. То есть решение ВЛК нормальное, но периодические боли действительно у человека могут быть. И когда человек прибыл в воинскую часть и сообщил о том, что у него есть боли, его отправили обратно в ТЦК ЕСП. То есть воинская часть его не приняла и сказали, иди обратно в ТЦК ЕСП. И при этом они указывают, что человек после этого не обратился за медицинской помощью. К слову, здесь скажу, это его была большая ошибка, потому что он потом объяснил, что, мол, у него это не в первый раз в жизни, он знает, какие лекарства надо принимать, и принимал дома сам. И вот это было неправильно с его стороны. Если у вас есть проблемы со здоровьем, их нужно фиксировать, нужно обращаться в медицинские учреждения. Но это еще не все, идем дальше. В дальнейшем ему 3 ноября снова дали повестку и снова отправили в воинскую часть. И когда он туда прибыл, он сказал, что у меня боли еще в спине, ну не прошло, у меня плохое состояние здоровья. Его снова отправляют в ТЦК ЕСП. И дальше они говорят, что потом уже мы дали ему еще одну повестку. 9 декабря дали еще одну повестку, и он не явился, мол, по этой повестке. Ну, ситуацию, я думаю, вы поняли. Как дальше развивались события? Понятно, уголовное производство было, передано это в суд. В суде, вот сейчас хочу на очень важный момент обратить ваше внимание на вот этот момент. Впродовж усього судового розгляду обвинувачений відмовлявся давати показания на підставі статті 63 Конституції України. Однако перед судовыми дебатами виявив бажання надати пояснення та вказав, что лікарская комиссия, визнанный придатный до військовой службы, так когда поехал до військовой частини, зазначал про боли в спине, оскільки вона дійсно болит. И вот здесь хочу обратить внимание, потому что многие люди в комментариях ко многим предыдущим видео писали, что вот там дурачки признают свою вину, мол, если вину признал, то все. Так вот, друзья, есть у нас прекрасное правило, что признание вины на самом деле не является доказательством виновности человека. И этот приговор четко подтверждает это правило. Данный приговор, напомню, он оправдательный, хотя человек признал свою вину. Да, так бывает. Идем дальше. Дальше в приговоре указаны документы, которые сторона обвинения предоставила в качестве доказательств вины обвиняемого. И тут достаточно внушительный список, и здесь описаны показания, которые сделали свидетели. Судья подробно это все расписал, ну а дальше пошло не по плану. Обычно в таких решениях дальше уже написано, что все, все понятно, виновен, и пусть идет, отбывает наказание. Ну, либо не отбывает. А здесь как-то пошло не по плану, суд начал, знаете, что делать? То, что должны делать юристы. Придираться к словам, например. Да, это профессиональное качество юриста, потому что за каждым словом, да за каждой запятой в предложении кроются великие смыслы, и могут меняться результаты. И эти результаты влияют на судьбы людей. И тут вот он начал придираться, смотрите, как цитирует, да, это обвинительное заключение. И изучает его, изучает, изучает. Причем судья в изучении уже переходит в теорию права. Судья начинает изучать, что такое ухылыня. Начинает разбирать состав преступления и разбирает, что такое ухылятося. Использует словно К, да, то есть он в суть явления пытается вникнуть. Он, кстати, что еще сделал здесь формы? Определил формы, в которых может проявляться уклонение от мобилизации. Определяет то, что состав преступления является формальным. Кстати, недавно кто-то спрашивал у меня, видел в комментариях, не ответил. Ну вот вам записываю видеоответ. 336 это формальный состав преступления. И судья пишет, что надо все доказывать, надо все доказывать. И в том числе доказывать нужно прямой умысел, да, поскольку здесь обязательно, вот он пишет, что субъективно сторона злочину, предбаченного статью 336, характеризуется прямым умыслом. И дальше идет про доказы. Про доказы здесь тоже много пишет судья. Не будем вдаваться во все подробности. Главное посмотрим. А главное это что? Главное это оценка доказательств судьей. И вот что судья пишет. Рапорти працовников ТЦК и СПА містят информацию, яка не подтверждена жодными належными та достатними доказами. Слід констатувати, что у данного випадка органам досудового расследования жодным чином не были переверены відомості, вказані у рапортах. А материалы криминального провадження не містять жодного доказу, лише рапорты. А дальше что он пишет? Рапорты не є доказом винуватості. Вы понимаете? Вы понимаете? Подав якобы кучу документов, которые должны подтвердить вину человека, такие документы по сути не были поданы. Давайте еще посмотрим, что написал судья. Вот здесь он пишет. Судом установлено відсутність у матеріалах криминального провадження доказов, отримання бойових повісток, відправлення особа до військовых частин, заяв особи и про стан своего здоровья. Не доведено безпредставность таких скарг. Ведь они же говорили, почему говорили, что он ухиляється? Они говорят, у него же ничего не болит, мол, че он вообще жалуется? А суд говорит, так вы докажите, что у него ничего не болит. Ну и, собственно говоря, да, то, что его возвращали из воинских частей в ТЦК и СП. Понимаете? Вы понимаете вообще красоту? И красота здесь имеется в виду в кавычках. Потому что обвинительный акт, который был подан прокуратурой, показывает высокий профессионализм этих людей. Скажем, это так. И как результат, как результат, что пишет судья? Вот он много тут, смотрите, он ссылается еще на международные акты, друзья. Ну, чтобы не затягивать время, да, кто захочет, вы почитаете еще. Что? Главное мы с вами увидели. И вот результат. Визнати невинуватим у предъявленного обвинуваченні та виправдати його за недоведеністю, что в деянии обвинуваченого есть склад криминального правопорушения, предбаченного статтею 336 Криминального кодексу Украины. Ну что ж, мы здесь увидели, что бывает, если профессионализм ТЦК, ЕСП, полиции и прокуратуры сталкивается с реальным профессионализмом судьи? Все заканчивается большим пшиком. Большим пшиком для прокуратуры, для полиции и для ТЦК, ЕСП. И в этой ситуации мы выражаем свое уважение судье, судье, который неформально подошел к делу, а реально изучил материалы дела, дал правильную оценку, и как результат человек на сегодняшний день на свободе. А если бы судья подошел иначе, да, человек мог бы оказаться в местах лишения свободы. И еще раз огромное уважение такому судье. Все, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал. Сейчас вы вот здесь на экране видите его название. Ну, а я традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.